Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили и очередной мукбанг. Сегодня я решила сочетать своих два любимых блюда. Это, естественно, роллы. И вчера, честно, я нажралась роллами, и все равно сегодня вот мне прям хотелось. На улице еще такая холодная, погода грустная. Вот в такие моменты хочется покушать роллы. Здесь шаурма, которую я приготовила сама, так как нравится мне. Добавила корейскую морковку, замариновала заранее. Здесь куриное мясо, грудка, которую тоже я сначала мариную. В общем, получается безумно вкусно. Здесь также еще огурчик. В общем, невероятная вкуснятина. Напиток у нас с вами Кола. Вас хочу всех поздравить с прошедшим вчера днем всех влюбленных. Скорее всего, видео выйдет, наверное, 16-го. Может, успею 15-го. Сегодня 15-е. То есть я снимаю 15-го. Не знаю, успею ли я сегодня смонтировать это видео. В крайнем случае вы это видео увидите завтра. Роллы достаточно крупные. Это не потому, что они близко к экрану, а действительно они как бы реально большие. Это другая доставка. Очень классно выглядит. Макаем. Прям очень хочется роллы. Вчера был день всех влюбленных, и я в своем инстаграме ничего не выложила. Я просто в какой-то момент забыла про это. Потом зашла в директ, читаю сообщения. Мне все там пишут, тебе ничего не подарили. Почему у людей сразу ассоциации? Если человек не выложил, значит ему нечего выложить. У меня у самой есть знакомая, которой подарили очень дорогой подарок, и она его не выложила просто в инстаграм. Никуда. Хотя ей сделали этот подарок очень красиво. Также знаю людей, которые сами себе покупают подарок в этот день и выкладывают. То есть вот этой картинке в инстаграме верить не стоит. Как же это вкусно! Очень вкусно! Прям такие большие роллы. В общем, что подарили мне? Изначально я знала, что мне будут дарить. Сюрпризы никакого не было. Как вы знаете, сюрпризы я не люблю. Я просто честно сказала, что я хочу, и то, что я не хочу цветы. Потому что мне жалко тратить деньги на цветы. Ну, несмотря на это, мне подарили настолько нежный, утонченный розовый букет. Я получила колечко. Поближе покажу. Или лучше фотку вам выложу в сообщество поближе. Вот это колечко я очень хотела. Оно моего размера. И в нем немало грамм. То есть 2,5. Для такого маленького размера пальца. То есть кольцо увесистое. Оно полновесное. И еще плюс. Я заказала косметику. У Colourpop вышла лимитированная серия специально ко не у всех влюбленных. Это настолько красивые сердечки. Румяшки. Очень красивые. К сожалению, Colourpop еще в дороге. Мы просто поздновато заказали. Прям перед 14 февраля. И поэтому пока что, к сожалению, не доехал мой подарочек до конца. Но колечко уже у меня. Пукетик у меня. Классно провели время. Отдохнули. Повеселились. Мы пошли в очень хороший ресторан сначала. Но потом, посмотрев на меню, я поняла, что нету ничего из того, что я хочу. Изысканные блюда. Классная атмосфера. Там, не знаю, шарики и все дела. Но мне хотелось, знаете, вкусно поесть. Мы пошли, сели в ресторан. Я понимаю, что нет. Не то. В меню ни роллов, ни лапшевок, ни каких-то буркеров, ни клапсэндвичей, ни пиццы. Какие-то блюда. Я говорю своему молодому человеку, давай пойдем в какое-то другое место. Попроще, но где будет очень много вкусностей. И мы пошли, наелись. Потом к нам присоединились еще. Моя подруга. Наверное, Мишка со своим мужем. Кто не в курсе, нас как раз таки познакомили они. Причем, знаете, сделали это на принудительно-добровольной основе. То есть я не хотела идти. Он тоже не особо. Они к нам присоединились. И еще у моего молодого человека есть коллега, который тоже недавно женился. Помните, я вам рассказывала, меня позвали на ЗАГС. Я так как болела, не смогла сходить. И, в общем, еще эта парочка. Молодожон. И всем вместе реально очень весело, круто. Не знаю, я раньше никогда парочками никуда не ходила. Это настолько прикольно. Прикольно. В принципе, я думаю, проще узнавать человека, когда он находится в компании других людей видно как он общается с другими то есть когда вы просто вдвоем видитесь каждый раз идете куда-то гулять и возвращаетесь ты не знаешь как он будет вести себя со своими друзьями какое отношение ты увидишь вот поэтому в этом плане нам повезло что я подарил наверное вам тоже будет интересно я заказала ему футболку от versace ему очень подошла правда распаковку я выложила свой азербайджанский инстаграм и там все закидали меня камнями все писали что какой ужас не похоже что эта футболка стоит столько вы не знаю возможно просто видео попало в рекомендации обычно когда резко очень много людей видят видео бывает много негатива в любом случае но самое главное ему понравилось ну а так вообще чисто мое мнение мне кажется самый лучший подарок для мужчины это деньги подари ему деньги пусть он сам сходит и купит то что ему нравится потому что на мой взгляд мужчинам угодить очень сложно как я вижу вообще со стороны взять к примеру моего родного брата я ему что-то подарю я ни разу не видел чтобы он носил это возможно у меня вкус не сходится с его вкусом но в любом случае он должен не знаю 50 футболок померить посмотреть и прийти к выводу какая ему нравится больше либо что-то покупать вместе например или просто подарить деньги один раз я короче с любовью своему родному брату выбирала футболку купила две футболки приехал к нему у меня встретил после того как встретил он все разбирать чемодан и вместе с нами но еще был его друг то есть как бы я приехала и люди пришли как бы меня встретить так скажем и тем самым еще и отметить мой приезд я в общем показала ему футболки которые я ему купила и он так посмотрел а классно горит но мне как-то наверное великовато будто эти футболки и такой другу с моему всему и такой говорит своему другу мой брат померите он такой нет по мере нет по мере короче чуть ли не его заставил померить и он померил и того но в принципе неплохо имя брат такое дарю забирай себе мне не нужно и короче две по моему футболки еще что-то было просто подарил своему другу как вы думаете моя реакция на этом мне почему-то стало очень обидно как будто мой труд обесценили у меня настроение испортилось мой брат естественно не почувствовал что что-то не так очень не чувствует только если ты сядешь и заплачешь он скажет что-то случилось а так если у тебя нет настроения он вообще там год не почувствует истина прямую не скажешь либо просто делает вид дурака включает ну в общем потом его друг ушел я ему говорю я с любовью выбирала тебе купила и ничего не говорю про цену дело не в цене абсолютно просто я с любовью выбирала это для тебя а ты просто вот так вот заставил человека отдал ему со словами мне это типа не нужно он реально не вкладывал в это никакой смысл на меня это обидело а 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 один раз браду купила браслет серебряный давай увесистый поносил он его буквально пару месяцев и в этот период у него в жизни были сложности в то время мы учились по моему в школе старших уже классах у него там проблемы, но проблемы были связаны абсолютно не с этим браслетом проблемы были связаны с его неответственностью просто, и как-то в один день я вижу, что браслета уже нет и достаточно давно уже нет я спрашиваю своего брательника а где браслет? почему ты его не носишь? тебе он не нравится? и он мне такой говорит, ты знаешь я его так перекрутил через голову и выбросил я говорю, куда? он такой, ну я шел по дороге и выбросил его через мост перекрутил три раза через голову и выбросил я такая, в смысле? почему? ну мне выдает после появления этого браслета ты знаешь, у меня что-то проблемы видели бы в этот момент мое лицо если даже ты два-три раза крутанул и выбросил браслет ты мог бы просто сказать я потеряла его и все а то, что ты крутанул и выбросил из-за этого и мне обидно и у нас скандал получился вроде обычно мой брат абсолютно не суеверный человек я не поняла, зачем он крутанул и выбросил ну в общем я сейчас все не вспомню ну вот у меня какой-то нехороший опыт дарения подарков связанных с моим связанных с моим братом вообще мне очень приятно когда человек использует и носит то, что ты ему даришь например, жена моего брата брат, который живет здесь неподалеку в общем, жена брата всегда использует то, что ей дарят и всегда использует с удовольствием я никогда не видела, чтобы она передаривала подарки которые ей дарят мне вот на любой праздник хочется ей что-то купить хочется что-то подарить и хочется ей угодить это немаловажно то есть она реально очень с уважением относится к подаркам от других людей и таким людям очень хочется постоянно дарить что-то на этом, пожалуй, все вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно пишите в комментариях скучно ли вам без влогов потому что вчерашний день 14 февраля я правда влог снимала но я его снимала для азербайджанского ютуб-канала поэтому контент мне приходится вот так вот делить на этом все всех люблю с вами была Айка пока